Мы хотели бы подойти к этой теме хрещения немножечко с перспективы детей. Они правильнее всего нам объяснят, в чем это все состоит. Поэтому мы приглашаем вас посмотреть маленькую сцену, которую я приготовила по именам вместе с детьми, из кольского долга в Агейской зимов. А ты куда собралась? К тебе, мам! Я искала платье в своей кухне и просто нашла в кухне. Я одену в свою кухню. Нет, нельзя! Это платье, в котором была крещена твоя баба. Нельзя, а это жаль. Мам, а это что? А это крести, свеча и белые одежды, которые были освящены во время хрещения. Почему именно свеча, крести, белые одежды? Свеча, Каденька, это цвет Святого Духа. Крест — это символ нашего спасения. А белая одежда указывает на чистоту, которую мы приобретаем во время хрещения и должны сохранить ее на всю жизнь. Мама, а я тоже была крещена? Конечно! Почему я этого всего не помню? Потому что ты была еще маленькой. Такая-то литочка? Еще меньше! Не верю! Мама, а можно я это все возьму в себе? Ну, если бабушка разрешит, то можно. А что это вы тут о бабушке говорите? Мам, а когда тебя крестили? Ой, это так давно было! Тогда и всех остальных поляков крестили. Ну что ты, я не такая старая. Больше приняла крещение тысяча пятьдесят лет назад, а я всего лишь, ну, пятьдесят. Мам, ты расскажи, как это все произошло? При большим удовольствии. Давным-давно, тысяча пятьдесят лет тому назад, жил был польский князь Мешка. Хотел он жениться, встретил красавицу, чешскую княжну Дамраму. Полюбил он ее. Дамрама принадлежала роду чешской династии, которая перед ней была устроя христианским княжеством, а больше была еще и разучилась. Итак, Мешка решил предложить руку и сердце княжне. Будь моя женой, я нужна. Но Дамрама отказала ему, ставя условия. Если не покрестишься и не откажешься от всех своих порогов, не выйду за тебя замуж. Мешка загрустил и задумался, и, посоветовавшись со своими предворными, принял в ушей. Будь по твоей воле, княжна, к нему Христа, как Господа своего, и подданные мы вместе со мной покрестятся ему. И пришел в епископ, и подчеркнул его. Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тогда Дамрама согласилась стать его женой. Епископ благословил и все его государство. Епископ благословил и все его государство. П arquтетриливье и приступы, и постоянные, и неизбенности, и все, на этой территории заканчивается. Нет, что ты не учишься. С этого все только врач-полосы, благосостояние, расцвет, развитие культуры и образования. И вот посмотри, вот они те, которые сохранили и веру, и христианские родители. Продолжение следует...